Обновременно в гостинице могут находиться 20 постояльцев, как мужчины, так и женщины. Для них созданы все условия. Есть туалет, душ, теплая постель и, самое главное, крыша над головой. Павел Войтович здесь впервые. Молодой человек приехал из Белоруссии на заработки. С работой, говорит, не сложилось. Обманули несколько раз. В итоге ни жилья, ни денег. Как и все, в гостиницу пришел от безысходности. Здесь тоже, как и он сказал, здесь условия хорошие, кормят, ездят ночевать. Ну, так тоже спасибо этим людям, которые пошли на уступки, взяли меня, к которым хоть куда-то можно прийти. Жду весны, чтобы доехать домой, на родину, побыстрее вернуться. В социальном приюте каждый постоялец может провести не более 30 дней за год. Желающих много. Порядка 300 человек ежегодно. Городской департамент соцподдержки пытается помочь каждому. Сейчас в гостинице 10 мужчин и одна женщина. Условия позволяют. Наталья пришла, только что собрав все необходимые документы. Для того, чтобы им попасть в наше заведение, необходимо два документа. То есть в обязательном порядке это свежая флюорография и справочка из органов об отсутствии разыскных мероприятий в их отношении. 50% поступающих к нам в категории граждан приходят как раз-то без паспорта. И мы как бы в рамках своей деятельности нашего учреждения оказываем им содействие в восстановлении данного документа. Подобных гостиниц, где люди со статусом «бомж» могут найти временный приют, в Самаре две. Одна из них в поселке Шмидта, другая здесь, в управленческом, на улице Крайняя. Постояльцы могут находиться здесь с пяти вечера до восьми утра. Такой режим их вполне устраивает. Устраивает все вполне, по-домашнему, чисто все. Постираться можно, побриться, поспать, телевизор посмотреть. Ну как дома почти. Обогреют, еще и накормят. Один раз в сутки – горячее питание. Ежегодно на содержание социального приюта из городского бюджета выделяют около 9 миллионов рублей. В гостинице можно находиться не больше месяца. Хотя условия и по высшему разряду – мечта у всех одна – найти родственников и обрести родной дом. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.